Человек-друг собаки. Так можно перефразировать известное выражение, если говорить о программе Ночи музеев 2018. В ней были традиционные экскурсии, подведение итогов фото-конкурса, но большинство мероприятий Щелковский музей провел под знаком собаки. Выставка «Дай джим на счастье, лапа у меня» открылась в пятницу, а в субботу сотни людей пришли на площадь Ленина посмотреть шоу служебных собак, на котором продолжился марафон по сбору средств для Щелковского приюта «Шанс». В показательных выступлениях участвовали специалисты-кинологи оперативно-поискового отдела Центральной таможни Федеральной таможенной службы России со своими питомцами. Собаки применяются на таможенном контроле и в оперативно-розыскных мероприятиях. Целью пресечения незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации наркосодержащих, психотропных, изрывчатых веществ, оружия и боеприпасов и других товаров, обладающих индивидуальным запахом. Такие как янтарь, табачные изделия, объекты дикой флоры и фауны, большие объемы денежных купюр. Зрителям продемонстрировали приемы общего курса дрессировки служебных собак, а также основные направления поисковой работы – обнаружение наркотических веществ, выявление человека с оружием, задержание нарушителя. Вот лабрадор по кличке «Радость» обнаружил в багаже запрещенный к перевозке корень женьшеня. В показательных выступлениях с удовольствием и без вреда для здоровья принимали участие зрители. Мы вместе с комитетом по культуре и туризму организовали это мероприятие. Спасибо, что они откликнулись, поскольку все для нас было бесплатно. Финальное мероприятие «Ночи музеев» спектакль Щелковского театра из-за погоды все-таки решили перенести с улицы в помещение. Но это только разнообразило программу. У зрителей появилась возможность посмотреть, как проходит реконструкция третьего этажа здания. Закончить ремонт и открыть часть экспозиции музей планируют к дню района. А пока можно увидеть, как бережно вписывают в современный интерьер фрагменты старой кирпичной кладки здания, как подчеркивают ее специальным освещением. Вот в такой исторической обстановке и выступали артисты театра, в репертуаре которого, так совпало, есть знаменитый спектакль «Собаки». Просто все хорошие люди любят собак. Наталья Владимировна пришла и посмотрела, наконец, много лет собиралась, посмотрела. Собак недавно мы играли. И просто в полном восторге сказал, давайте мы перенесем. У нас ведь тоже свой зритель, который, может, и не был в театре. И мы с удовольствием поддержали эту идею. За годы своего существования эта театральная постановка покорила зрителей в разных странах и завоевала ряд престижных наград на международных фестивалях и конкурсах. Спектакль, который заставляет задуматься о ценностях, которыми мы, люди, перестали дорожить. А как ты считаешь, что в нашей жизни, в жизни, воль, пустот, самое главное? Газеты, радио, телевидение. Нет, 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 нет. Я считаю, что самое главное для каждой собаки – это встретить своего человека. Каждая собака должна иметь своего человека, единственного в мире. Так закончилась акция «Ночь музеев» с надеждой на то, что каждая бездомная собака рано или поздно найдет своего человека. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».